Сегодня 14 октября, я хотел поговорить о проблеме, которую волонтёры могут устранить без финансовых каких-то вложений. Уже несколько собак избежали из приюта, когда их переводили из вольера в вольер, из вольера на стерилизацию или из машины в вольер. Это обычная практика, всякое случается, но территория должна быть огорожена забором. Приют новый, забор хороший, однако есть два момента. Первый момент это ворота для кузового транспорта, ну не ворота, ворота без дверей, которые легко закрыть четырьмя секциями сетки медиум или сетки еврозабор. Это небольшая проблема. Однако проблема в дырках под забором, где он находится на склоне. То есть когда забор опускается или поднимается, его решётки ставятся всё равно вертикально. И один конец оказывается на земле, а второй над землей. Вот как это выглядит. На земле этот над землей. И вот везде, где забор опускается и поднимается, под каждым звеном есть вот такие дырки. Я думаю, что мы можем их закрыть чем-то подручным. Здесь на холме можно найти материалы, которые просто насыпью, просто положить. Я сейчас этим буду заниматься, но я предлагаю провести что-то вроде субботника и обеспечить закрытость приюта. Это поможет нам избавиться от той проблемы, когда собака выскочила из вольера и ушла за территорию. Это очень губительно. Если в Кишиневском приюте территория находится так далеко от города, что ни одна собака толком далеко не уйдёт. Она попадает на большой территории, пустее там ни воды, ни еды, и она возвращается. То здесь относительно близко троллейбусная остановка, люди, которые могут дать еду. Поэтому есть опасность, что собака, выскочив из вольера, или даже если ещё хуже её с машины неловко не сумели поместить в вольер, и она сбежала, есть очень большой риск, что собака уйдёт. И проще всего застраховаться – это обеспечить хороший забор. Вот рядом с приютом на холме много строительного мусора, кирпичей, которые уже ослужили свой срок и вряд ли могут быть использованы для строительства. Вот везде кирпичей можно заложать дыр. Вот сегодня я часть уже заложил, это примерно треть всех дыр, которые нужно заделать.